Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Корловский, и я вот уже 30 лет как вошел в IT и все никак не могу из него выйти. Я проработал в самых разных компаниях, больших и маленьких, и сейчас ушел на свободное плавание, чтобы заниматься своими проектами, которые должны вскоре перевернуть мир. И тем временем, во все эти 30 лет, я не просто работал-работал, я разрабатывал технологии, точил свой топор, и вот вы видите внизу список всяких крутых штук, инноваций, которые я разработал, и которые мы сегодня будем использовать. Кроме того, на моем счету многие десятки статей, видео на ютубе, докладов и вот это все. Но сперва небольшое лирическое отступление. Недавно я познакомился с одной около айтишницы и позвал ее на свидание. Оно прошло прекрасно, как мне показалось, но были какие-то противоречивые сигналы, и решил я тогда, ну как бы, собрать с нее обратную связь. Как говорится, конструктивная обратная связь делает мир к лучшему. Но просто сделать форму на гугле — это, ну как бы, не спортивно. Кроме того, я профессиональный сапожник, а сапожник должен есть свои сапоги. Ну и, наконец, гугл-формой кого-то впечатлили, да никого. А вот сервисом, который сделан за час, можно. Поэтому давайте приступим. Сперва нам нужно развернуть рабочее окружение. Сделать это очень просто. Просто кликайте по ссылке, открывайте на гидподе, там уже есть VS-код, все нужные плагины, и начинаете писать код. Но это не спортивно. Поэтому давайте развернем его локально. То есть создаем пустую директорию, там набираем npm.exec.mam, это устанавливает вам наш девелоперский сервер, который автоматически, по мере необходимости, будет выкачивать все зависимости, устанавливать, собирать вам бандлы, перезапускать приложение при изменении кода, и вот это все. И вам не нужно писать никаких плагинов, все автоматически происходит. Я подробно рассказывал об этом в статье MAM сборка фронтенда без боли, поэтому тут мы не будем на этом серьезно останавливаться. Итак, мы уже готовы писать код, но про что мы будем его писать? Значит, наша предметная область выглядит достаточно просто. У нас есть некоторая персона, то есть пользователь нашего сервиса. У нас есть встреча, то есть мид. И, наконец, у каждого мита есть список отзывов, то есть опинин. Вроде бы несложно, да? Но вот давайте представим, как это происходит обычно. Берется какая-нибудь революционная база данных, в ней создается пяток табличек, десяток индексов. Работать с базой данных через какой-нибудь ускел неудобно, поэтому обмазываются всякими ОРМ-ками. Напрямую ходить в базу данных небезопасно, поэтому нужен какой-то сервер, который будет абстрагировать базу данных от внешнего мира и наоборот. Для этого сервера нужен какой-то API, этот API должен поддерживаться на клиентской стороне, нужна какая-то обвязка, чтобы удобно с ним работать, а не как обычно. Нам нужна какая-то изоморфная схема, которая бы была одинаковой на сервере и на клиенте, чтобы они понимали, с чем они работают. Наконец, нам нужно подумать про бэкапы, репликацию, аутентификацию, авторизацию, идентификацию. В общем, очень много вещей нужно продумать, сделать, все это завернуть в кубердокеры, и все это за час вы точно не успеете. Поэтому мы будем использовать, разрабатываемой мной сейчас базу данных, CRASDB, которая является децентрализованной, peer-to-peer, безопасной, неубиваемой. В общем, куча всяких интересных вещей в ней есть. И поскольку она не реляционная, а использует графовую модель, то предметная область на нее ложится просто один в один. У нас опять же есть персона, встреча, опинин, отзыв, и у нас добавилась дополнительная сущность opinions. Добавилась она потому, что у нас тут еще на схеме отражены права доступа. То есть персона является приватной сущностью, к данным этой сущности имеет доступ только сама эта персона. К опиниону доступ имеет только автор этого опиниона, либо владелец встречи. К данным встречи имеют доступ все, все могут прийти, посмотреть, что там записано. Ну и, наконец, к списку opinions имеют доступ, опять же, все, но не только на чтение, но еще и на добавление. Если мы опишем все это в коде, то получится, ну, достаточно простая лаконичная схема. Мы описываем класс персоны, то есть прям модельку, которая является словарем, где мы говорим, что у него есть свойство myths, которое содержит список ссылок на миты. Каждый мит — это, опять же, словарь со строковым заголовком и двумя ссылками на оунера и на opinions. Opinions — это словарь со ссылками на opinion. И, наконец, opinion просто содержит у нас текстовый description. Можете заметить, что title и description имеют разные типы. В первом случае строковый, то есть это атомарная строка, либо одна строка, либо другая. А в втором случае это текст, то есть это некоторая CRDT структура, которая позволяет синхронизировать дельтами, позволяет бесконфликтно мерзнуть изменения и вот это вот все. То есть более сложная, но зато более гибкая и универсальная структура. В принципе, этот код уже необходим и достаточен для того, чтобы работать уже с нашей базой данных. Мы можем в нее писать, читать, она уже начинает синхронизироваться, и вот это все. Но нам не хватает дополнительных методов, чтобы делать это удобно. Поэтому создадим дополнительный метод — meetMake, который создает встречу для персоны. Что тут происходит? Мы берем meet, который мы объявили в нашей схеме. Null означает, что это свойство будет под капотом создано автоматически. И, соответственно, в него мы добавляем свежесозданный meet с правами такими, что любой человек может читать. Аналогичным образом мы заполняем свойства owner, но прописываем туда уже ссылку на самого себя любимого. И все, meet у нас готов, можно с ним уже работать. Чуть более сложный код. Самый сложный, который мы сегодня увидим, это метод, который возвращает опинион для текущего пользователя для заданного meet. Сложный он потому, что нам нужно обеспечивать конфиденциальность. Поэтому мы первым делом в первом блоке получаем приватный ключ текущего пользователя, публичный ключ владельцами встречи. Потом мы находим опинионс. Если он еще не создан, то он создается автоматически с правами на добавление всем подряд. И в последнем блоке мы в опинионс по ключу равному идентификатору текущего пира добавляем новый опинион, если его еще нет, с такими правами, что себе мы выдаем полные права, а владельцу мероприятия мы выдаем права только на чтение. То есть он может читать, а мы можем и писать, и читать, и вообще все что угодно. Все, дальше не буду вас пугать, дальше код будет простой. Нам еще потребуется пара дополнительных методов. Это список идентификаторов-респондентов, которые мы вытягиваем из словаря опинионс. И, наконец, метод, который возвращает опинион по идентификатору-респонденту. Все, у нас модель готова. Мы не работали ни с какими базами данных. Ну, имеется в виду, нам не нужно было их устанавливать, поддерживать, и вот это все. Нам не нужно было возиться с SQL и другими языками запросов. Мы работаем чисто, вот у нас TypeScript, мы работаем на TypeScript. Нам не пришлось писать никакой код сервера. Соответственно, у нас получился настоящий serverless, а не то, что нам обычно продают маркетологи под видом serverless. На самом деле скрываются серверные функции. Просто сервер нам не принадлежит. А тут самый настоящий serverless, то есть весь код исполняется чисто на клиенте. Нам не пришлось настраивать бэкапы, репликацию, аутентификацию, нотентификацию. Все это база данных сама умеет, и нам не нужно на эту тему париться. Ну и, наконец, нам не нужно думать про изоляцию периметра, чтобы там кто имеет доступ к серверу, кто может там слить вашу базу данных или подделать какие-то данные. Все это невозможно, потому что у нас каждый узел нашей распределенной сети не доверяет никакому другому и всегда все проверяет за счет криптографии. В результате мы получаем очень крутое программное API с уникальными фичами. То есть мы получаем строгую типизацию, которой мы действительно можем доверять. Мы получаем возможность работы в оффлайне, причем не только на чтение, но и на запись. А когда у нас появляется онлайн, мы получаем синхронизацию в реальном времени. Ты ввел буковку, у тебя сформировалась маленькая дельта, она полетела на сервере или на другие узлы. Кто-то другой что-то изменил, тебе прилетела маленькая дельта, соответственно, ты у себя что-то обновил. И даже если несколько пользователей одновременно что-то редактируют, формируют дельты, эти дельты сливаются без конфликтов и не теряются ничьи изменения. Ну и, наконец, мы получаем беспрецедентную безопасность. То есть у нас end-to-end шифрование встроено прямо на уровне базы данных, и все, что вы разрабатываете на ее основе, будет максимально безопасно. В отличие от, например, какого-нибудь телеграмма, где для того, чтобы у вас было end-to-end шифрование, нужно создавать отдельный секретный чат, а иначе у вас никакой безопасности. У нас она прямо из коробки, и от нее еще попробуй избавься. Ну что ж, с моделью у нас все закончено. Мы можем писать интерфейс. Делать его проще всего на моле. Сейчас вы слева видите код на языке Vue3, где мы говорим, типа, вот у нас есть метформа, которая является mall page. Mall page — это вот компонент, который рисует шапку, подвал и какое-то тело между ними. В шапку он выводит title, но дефолтный title нам не нравится, мы его перебиваем на свой компонент, который рисует поле ввода, и биндим его значение на наше свойство title. Вот, а справа вы видите реализацию свойства title, которая просто обращается к нашей модельке и достает оттуда нужные данные, либо записывает. А по дефолту это просто пустая строка. И в body мы выводим три компонента. Сейчас они просто без подробностей выведены. Но на это уже будет работать, и можно будет пощелкать, просто не будет сохраняться данные. Давайте их детализируем. Значит, bid — это некоторый призыв к действию, некоторые пояснения в виде произвольного текста. Mall text — это компонент, который выводит market text или markdown. Market text — это такой более толково продуманный markdown. Соответственно, вы пишете тут легковесную вертку, она визуализируется адекватно. OpinionMy — это у нас будет некоторая текстария. Mall textarie — это умная текстария, то есть она умеет подсветку, синтаксис, ссылки и многие другие вещи. Мы биндим значение на OpinionMy, и далее в TypeScript'е реализуем, что обращаемся к модельке, находим там модельку Opinion для текущего пользователя, у нее берем description, текст и вот это все. Ну и, наконец, нам нужно вывести список Opinion'ов. Соответственно, мы выводим это в виде секции, которая рисует нам некоторые заголовок и некоторые содержимые. А в содержимом мы выводим Opinion'ы. При этом каждый Opinion — это опять же mall text, соответственно, можно будет в отзывах использовать в том числе марки текста и даже markdown. Вот, и справа мы поясняем на TypeScript'е, что Opinions мы формируем на базе списка идентификаторов-респондентов, а Opinion — это просто по идентификатору респондента он находит, собственно, модель Opinion'а, из него description и получает из него текст. А если вы обратили внимание, то в коде у меня слева есть собачки. Собачки означает, что этот текст не просто какая-то константа, а это локализуемый текст. То есть сборщик в виде собачки, он вытягивает этот текст, выбрасывает его в отдельный JSON-чик, и приложение, когда запускается, оно загружает JSON-чик на нужном языке и, соответственно, показывает на нем. Соответственно, мы можем рядышком положить JSON-чик с русскими текстами, и тогда наше приложение волшебным образом начнет поддерживать и английский, и русский, выбирая на основе настроек браузера, какие тексты лучше показать. Так, и осталось дело за малым. Сделать некоторую обвязку. То есть не просто одну форму, а чтобы у нас там была менюшка, чтобы можно было переключаться, и вот это все. Для этого у нас есть компонент Моллбук 2 каталог, который рисует слева меню, а справа некоторую развертку. Ты тыкаешь на меню, у тебя открывается нужная развертка. Значит, первым делом мы говорим, что у нас есть некоторый рилм. Рилм — это вся база данных, вот глобальная. Парам указывает, как будет называться параметр в урле для текущего спреда. И, собственно, спред мы объясняем фреймворку, что это будет некоторый наш мид, который является мид-формой. И в эту мид-форму мы, собственно, передаем модельку нашего мида. И справа вы, собственно, видите подробности на TypeScript. Значит, первый метод, он нам возвращает профиль текущего пользователя. То есть мы идем в базу данных, идем, грубо говоря, в домашнюю территорию, в ней берем некоторый холл, то есть это некоторый профиль пользователя, и указываем, что этот профиль должен быть некоторой персоной. Все, мы получали модельку персоны текущего пользователя. Значит, список пунктов меню, точнее идентификаторов этих пунктов мы получаем на основе списка мероприятий. Просто выводим их идентификатором. И, наконец, модель встречи по идентификатору мы получаем достаточно простым кодом. Он типовой для любых моделей. Если мы все это запустим, то у нас, в принципе, уже все работает, можно использовать, оно синхронизируется, можно оставлять отзывы, делиться ссылками, вот это все. Но выглядит немного косячно. Вот там поехало, тут поехало. Давайте наведем чуть больше красоты. Для этого мы воспользуемся статически типизированными, каскадными стилями. Это фичи, которые есть только в MOLLE и к другим фреймворкам практически, скорее всего, не прикручиваем. Значит, что мы тут делаем? Мы говорим, что у нас есть видформа, и мы хотим к ней подцепить дополнительных стилей, помимо тех, которые у нее уже есть. И говорим, что она должна быть шириной 40 ремов, она должна быть отцентрирована по горизонтали с помощью марджинов, и для каждого опиниона, который внутри рендерится, должно быть какой-то марджин и некоторый фон. При этом, если у нас не будет никаких опинионов внутри рендерится, то у нас TypeScript упадет и ругнется, потому что ты пытаешься навесить стили на компонент, который внутри не используется. Ну и справа мы на само приложение аналогичным образом навешиваем стили и говорим, что вот меню, которое слева рендерится, должно быть 20 ремов, и placeholder справа должен быть такой же ширины. Вот. Я подробно рассказывал про концепцию каскадных статически типизированных стилей на TypeScript в докладе «Продвинутый CSS-интс» на одном из Peter.js. Так что гляньте, это полезная штука. И теперь у нас уже все выглядит более-менее прилично. То есть слева вы видите мобильный вид, справа — десктопный. Слева — это то, что видит респондент, то есть у него какая-то форма, он его заполняет и так далее. А справа — это уже тот, кто создавал мероприятие, и он видит, собственно, сразу же отзывы. По мере ввода отзывов они появляются в реальном времени, что довольно прикольно. Осталось добавить маленький штрих. Сама база данных, она работает в оффлайне, но веб-приложения по умолчанию из оффлайна не запускаются. Чтобы их этому научить, нужно, чтобы был установлен сервис-воркер, который раздавал статику. Делайте это в моле одной строчкой, просто создаете файл, в нем одна строчка, и у вас уже есть оффлайн. На выходе вы получите некоторый набор бандлов, которые вы можете выложить на любой статический хостинг. И для примера давайте выложим на GitHub Pages. Создаем workflow, там добавляем два экшена. Один делает полную сборку проекта под ключ, а второй, собственно, деплойт на GitHub Pages. И давайте, собственно, померим, что у нас получилось. Мы создали 10 файлов общим объемом в 300 строчек. Все бандлы у нас весит всего 100 килобайт, несмотря на большое количество функциональности, которое у нас внутри. И все это запускается даже на мобилке не более чем за 2 секунды, что быстрее, чем, скорее всего, любое приложение, которое вы сейчас используете. К сожалению, вот Total Blocking Time достаточно высокий, потому что криптография, децентрализация, все это не бесплатно. Если бы мы ее не использовали, у нас там было бы все зелененькое. Но, на мой взгляд, оно того стоит. Все равно быстро работает. Вот. И я такой довольный собой беру ссылку на форму в обратной связи, отсылаю девушке. Она мне отвечает, что как бы обратную связь лучше давать лично. И даже не стала пробовать мое приложение. Было очень обидно. Надо ли говорить, что второго свидания у нас уже не было, и обратную связь я так и не получил. Если вы хотите попробовать то, что мы сегодня разработали своими руками, то по QR-коду вы можете открыть форму обратной связи по моему текущему выступлению. Я очень жду ваших отзывов. Мне очень интересно ваши впечатления. На портале Мола вы можете найти кучу информации, целый кладезь знаний про веб-разработку и в частности про Мол. На YouTube аналогичная ситуация. Мы там разбираем не только наши проекты, но и множество других. И убеждаемся, что наши все-таки лучше. На Krasch.ru вы сможете найти подробности по разрабатываемой мной базе данных. Она уже почти готова к продакшену, но нужно еще немножко подождать. А в перспективе там будет целая платформа с ультрасовременными, суперреактивными приложениями, которые закрывают все нужды людей. И все это совершенно бесплатно, без рекламы. И вот это все. А на моей личной странице вы сможете найти информацию обо мне и различные материалы, не связанные с, например, Молом. Это могут быть и хардкорные доклады про разные аспекты разработки и какие-нибудь там стихи, фоточки, все что угодно. Оставляйте свои комментарии под видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Жду от вас обратной связи. Ну и, конечно, у наших сотен зрителей да, огромное количество вопросов, потому что, ну, давай по чесноку, мало кто делает свои фреймворки. Как раз через два дня в Новосибирске я буду в том числе рассказывать, почему. И если мой 30-минутный доклад про нейрофизиологию схлопнуть в 30 секунд, то, наверное, потому что для программистов, которые начинают использовать какой-то фреймворк, очень высокий пород вхождения. Долговременная память у нас формируется месяцами и годами. И нужно очень много инвестировать, чтобы в долговременной памяти сформировались нужные детальки лего, которые потом программист будет думать. И вот тут вот есть некая засада, что эти детальки лего, они собираются на базе уже существующих деталек, которые у каждого человека за жизнь вырабатываются свои. И вот именно поэтому человек, который написал свой фреймворк, этот фреймворк построен вокруг его концепции, из мозга этого человека, и для данного конкретного человека ложится в мозг идеально. Но вот сделать так, чтобы фреймворк ложился в мозги разных людей, это тяжело. И это одна из причин, почему какие-то фреймворки выстреливают, а какие-то нет. Вот, потому что очень тяжело сделать общее. И давай начнем вот с такого вопроса. Ты сделал фреймворк, который идеален для тебя. Друзья, можно я тебе возражу? Конечно, давай. На самом деле мы все постоянно пилим фреймворки, особенно React-разработчики, потому что React не фреймворк, но при этом мы разрабатываем на фреймворке. Что же это за фреймворк? Это in-house фреймворк, который мы разрабатываем в каждой компании. React плюс Redux, React плюс MobX — это два совершенно разных фреймворка. Поддерживаю. А во-вторых, выстреливают, к сожалению, не те технологии, которые там лучше ложатся или более качественно выполнены, а те, которые их лучше распиарили. К сожалению, жизнь такая не очень. Тут я с тобой совершенно согласен. То есть React — это больше фронт-энд часть для того, чтобы делать полностью приложение и бизнес-логику. Там уже нужны MobX и Backend и все прочее. Ты сделал вот Combine. И давай вернемся к моему первому вопросу. Вот сейчас ты всячески пиаришь этот фреймворк. То есть у тебя есть сайт, ты пишешь статьи на Хабре, ты выступаешь на конференции. И вот как у тебя впечатление от тех людей, которые его начинают осваивать? Насколько им тяжелее осваивать твой фреймворк, чем тот же React? Какие у них основные проблемы случаются? Вот что ты скажешь про общение с комьюнити? Нет ли у тебя впечатления, что это просто огромные непосильные задачи серии «А, зачем я это тащу?» Лучше всего на React переписать. Ну да, тащить, конечно же, не очень сподручно. И я бы с радостью переписал... Ну, не переписал, а просто делал свои проекты на чем-то другом. Если бы на чем-то другом, их было делать быстрее, легче, дешевле, и вот это все. Но, к сожалению, только Mol с этими качествами есть. Поэтому приходится использовать Mol. А так было бы классно, чтобы кто-то другой поддерживал фреймворк. Вот, касательно обучения, я не занимаюсь как таковым пиаром, поэтому меня многие считают токсичным, потому что я не прихожу, типа, и не пытаюсь там продать и выслужиться как-то, еще что-то, всякие сладкие речи рассказывать, дисклеймеры и там подобное. Я просто говорю, что думаю, и нередко людям не нравится то, что я думаю. Вот. И периодически люди приходят. Да, есть люди, которым сложно, но им, скорее всего, много чего сложно. Вот. А так, кто хотел, на самом деле, тот просто взял и изучил. Даже когда у нас не было той документации, которая есть сейчас, люди просто приходили, открывали код, он достаточно простой, и просто разбирались. Причем это не фронтендеры, это просто бэкендеры приходили и разбирались. Сами без моей помощи. Это к вопросу о том, что, как бы, Mol не так страшен, как многие его представляют. Там очень ключевой момент, почему его просто изучать, в том, что у него, на самом деле, очень простая архитектура. По сравнению с, например, Angular, где очень преусложненная архитектура, в Mol она крайне проста. Но необычно без слова. На самом деле, архитектура Angular тоже простая. Но это каждому сапожнику свой сапог лишь келу. У нас вопрос от слушателей. Там, на самом деле, десятки вопросов от слушателей, но я пикую те, которые наиболее флеймообразующие. Скажи, вот весь тот код, который ты показывал, там куча всякой разной метаинформации, вот ты используешь какой-то компайлер или бандлер для всего этого, или оно в рантайме в браузере собирается? У нас используется свой сборщик, в который интегрирован TypeScript. TypeScript занимается, соответственно, тайпчекингом, а сборщик все это собирает. А насколько у этого сборщика высокая сложность? То есть сколько это примерно строк кода? Это там тысячи, десятки тысяч, около двух тысяч строчек кода, потому что я недавно смотрел на исходники вот этого вот нового проекта, который написан на Гошечке, который бандлит JavaScript. Не напомнишь, как он называется? SVC? Вроде да. По-моему, да. Вот, и я посмотрел, там чел реально на Гошечке руками написал парсер TypeScript. Вот, у меня просто лысина дыбом встала. Это были десятки тысяч строчек вручную написанного кода. Но ты же врешь, у тебя же нет лысины. Человек-герой просто. Значит, он никуда не посмотрел. Так чисто разговор поддержать. Ты еще рукаварен. Я вам сейчас страшную вещь скажу на наш сборщик. На самом деле он не понимает TypeScript. Ой, ну и TypeScript, и JavaScript, и CSS. Вообще он многие языки не понимает, потому что там используются крайне простые евристики, которые работают с любыми языками. Поэтому нам не нужно парсить язык в ST, и вот это все для того, чтобы собирать. Но это дает несколько ограничений. Следующий вопрос от нашей аудитории. Вот когда ты показывал свой serverless backend, ты несколько раз упоминал децентрализацию и криптографию. Я, каюсь, как-то пропустил в твоем докладе ту часть, на чем это все исполняется. Это как-то связано с блокчейном, или где выполняется код, который связан с бэкэндом? Это чисто клиентский код. Ага, то есть это все выполняется в браузере. Поэтому и пропустил, получается. При этом там нет блокчейна, то есть у нас используется CRDT-структура во всей базе данных. То есть база данных такая конвергирующая, то есть там нет ни транзакций, ни роллбеков. Все, что ты сохранил, оно будет принято всеми узлами. То есть, по сути, у тебя распределенная база данных между браузерами. Грубо говоря, да. Ну, плюс есть сервера, которые обеспечивают синхронизацию. Конфликт-фри-дейтатайпс, вот эти вот новободные CADT. Скажи, но правильно ли я понимаю, что при этом, например, мои данные будут лежать в браузерах других людей, которые пользуются этой же распределенной децентрализованной системой? Насколько это секьюрно? Ну, оно все будет зашифровано, и, кстати, приватные данные. Угу. Все, понятно. Приватные, публичные и так далее. Ну вот, смотри, а что насчет redundancy? Вряд ли ты будешь для каждого пользователя хранить данные во всех браузерах, иначе у тебя использование Local Storage будет расти просто экспотенциально. То есть ты наверняка выбираешь, на скольких браузерах хранить. Вообще не выбираю. То есть тот, кто обращался к каким-то данным, тот, кто эти данные себе получает. А, все. То есть если ты к данным не обращался, то они у тебя и не хранятся. То есть если кто-то неудачно удалил и переустановил браузер, то данные вместе с этим браузером и его кэшом превратились в тыкву. Не, ну на этот случай у нас есть, собственно, сервера, которые сохраняют все. Вот, ты нашел сервера. Да. Ну, это сервера, такие же узлы децентрализованной сети, как и браузеры. То есть они равноправны. Гарантированной доступностью, короче, грубо говоря, такой же узел. Да? Да. Просто узлы с гарантией доступности. Небольшой автопик. В Новосибирске будет, конечно же, конференция Коды Фест, на которой я выступаю через три дня в эту субботу. Вот лица Евронта, кстати, будет наша команда. Так что если кто из наших зрителей из Новосибы, приходите, встретимся. Вот. Я буду рассказывать про нейрофизиологию осознания кода. Это как так получается, что мы можем запомнить вот пять-шесть штук, но при этом в состоянии работать с проектом, в котором миллион строчек кода. Цифры немножко не бьются. Пять и миллион. Но, Дмитрий, давай вернемся к вопросам от наших слушателей. Я выберу еще несколько. Сейчас очень популярны микрофронтенды. Одна из частей нашего великого фронтенд-зоопарга. У тебя конференцию, у тебя наверняка много докладов про микрофронтендов. Признайся, ведь много. Не поверишь. Вот как в 16-м году стартанул спрос, так до сих пор идет. Просто усложнились темы, усложнил спрос. Но пока не исчерпалось. Мы уже сами-таки когда прикопаем. Дмитрий, можно ли использовать Мол в микрофронтендовой архитектуре как вот кусочек вместе с реактором, Vue и прочими зверушками? Да, конечно, Мол легко интегрировать куда угодно, потому что любой компонент на Моле, и в частности приложение, то есть приложение и компоненты у нас не различаются никак. Можно превратить в веб-компоненты и использовать как любой веб-компонент. Ну, единственное, что управление будет им не такое удобное, как если использовать систему реактивности из Мола. Но, опять же, можно взять систему реактивности из Мола, прикрутить к тому же React, и тогда управление будет вообще же. Как я уже говорил, ты начал этот проект много лет назад. Вот если ты сейчас, вот прям сейчас, на середину 2024 года, сравнишь Мол с React, то вот какие топ-две фишки в Мол объективно лучше? Тебе прям нравится, что вот то, что у меня в Мол есть, вот в React этого нет, а это прям надо, очень надо. Вот назови там топ-две или топ-две. На текущий момент именно на топ-две. Да, на текущий момент. Именно на текущий. Ну, во-первых, это система реактивности, которая автоматически оптимизирует потоки данных. Она ленивая, контролирует жизненный цикл ресурсов. Вот это все. В общем, это самая продвинутая система реактивности, которая вообще есть на текущий момент. А во-вторых, это, собственно, сама концепция Мола, где у тебя есть все компоненты. Они, во-первых, самодостаточны. То есть ты отрендерил компоненты, он живет своей жизнью. И, с другой стороны, они полностью контролируемы. То есть ты можешь настроить любой аспект поведения, композиции, визуализации компонента по месту его использования. Чем-то это ход модуль реплейсмент в Prode напоминает. Да, есть, кстати, злая шутка, что React был придуман как система, которая с помощью реактивности решит проблему чатика в Фейсбуке, где вот было три чатика. Один внизу справа, второй вверху, и третий на фуллскрин. У них нотификации не синхронизировались. Проблему чатика они так и не решили. И, кстати, буквально несколько месяцев назад я прочитал почему. Потому что эта проблема не была связана с десинхронизацией стейтов, а была связана с тем, что у них был некорректно настроен ДНС в каком-то дата-центре. И узнали они об этом только через много-много лет. Такая вот интересная история. Не, реактивность, это на самом деле интересно и позволяет делать штуки, которые больше, чем то, что влезает в нашу голову. Ну что ж, Дмитрий, огромное тебе спасибо. Я предлагаю тебе оставаться в чате и ответить текстом на остальные вопросы. Окей? Все. Тогда мы прощаемся с нашим гостем. И переходим... Можно последний вопрос? Конечно. Да, большое спасибо всем уже трем человекам, которые оставили мне отзыв в моем сайте. Я наблюдал, как вы это пишете. И подключайтесь к нашей децентрализованной сети. Вы можете тоже поднять сервис синхронизации. Это все тоже безопасно. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok